Народ, всем огромный привет! У меня в мастерской новый помощник. Давайте вместе с вами его распакуем и соберем. Поставляется станок в двух частях. Одна из которых запакована в плотный гофрокартон, а другая в ящик из фанеры. Общий вес 116 кг. Вперва распакуем коробку. В ней располагается подставка. Извлеку ее и соберу. Не буду вас томить и сразу скажу, что это фуговальный станок от компании Harvirus. Модель Warrior V0109DL с шириной стола 150 мм. Поставка оснащена колесиками в задней части и регулируемыми опорами в передней. Для удобства перемещения станка по мастерской предусмотрено колесо с педалью. Его необходимо закрепить на подставке. Делается это при помощи трех болтов. Внутри подставки расположен синхронный двигатель мощностью 0,75 кВт. Подставка готова. Переходим к ящику. В ящике находится сам станок и вспомогательные элементы, такие как параллельный упор, инструкция на русском языке, пара толкателей, два приводных ремня, защита вала, кожух пылеудаления, крепеж и фурнитура. Также порадовало наличие трех запасных ножей. Установлю станок на подставку и закреплю специальными болтами. Болты вкручиваются через крышку подставки в станину самого станка. Для этого необходимо снять заднюю крышку подставки. Итак, станок закреплен и пока снята задняя крышка можно надеть приводной ремень. Для того, чтобы это сделать, необходимо ослабить пару болтов крепления двигателя, приподнять его вверх и надеть ремень на шкив. Натянуть ремень, необходимо опустив двигатель вниз и зафиксировать все, затянув болты. Следом установлю защиту. Теперь необходимо установить кронштейн параллельного упора, но сначала я установлю на него рукоятку. Кронштейн крепится при помощи двух болтов. Его я намеренно установил на полмиллиметра выше столов, чтобы обеспечить беспрепятственное движение каретки. Сам упор крепится очень просто. Выкручиваем упорные винты, между ними ставим упор и фиксируем его упорными винтами. Винты необходимо законтрагать. Немного о характеристиках самого станка. Как я сказал ранее, мощность двигателя 0,75 кВт. Ширина реза станка 153 мм. Максимальная глубина реза за проход 3,2 мм. Длина подающего стола 590 мм. Длина приемного стола 590 мм. Ширина стола 255 мм. Размер параллельного упора 740 на 120 мм. Теперь закреплю тягу наклона параллельного упора. Следующим шагом необходимо выставить угол в 90 градусов. Фиксация угла производится при помощи вот этого флажка и болта. Кручу болт, затем поверну и затяну флажок, затем выкручу болт, чтобы он уперся шляпкой во флажок, а затем при помощи гаечного ключа выставлю угол, выкручивая болт и контролируя все по угольнику. При достижении нужного угла все контрагаем. Угол выставлен и зафиксирован. Теперь устанавливаю рукоятку регулировки приемного стола. Аналогично устанавливается рукоятка регулировки подающего стола. Закреплю рукоятку на параллельном упоре. Перед установкой защиты вала необходимо при помощи ветоши и юайтспирита удалить консервационную смазку. Защита вала устанавливается в отверстие на подающем столе. Завершающий этап сборки это крепление кожуха пылеудаления. Станок полностью собран и готов к пробному фугованию. Есть у меня пара кривых штакетин, попробуем на них. Итак, одна сторона. Теперь вторая сторона. Как можете заметить, угол четко 90 градусов. Эта штакетина вообще кривая. Вот так вот выглядит плотно. Плоскость двух кривых отфугованных штакетин. Результат великолепный, а вы что думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях. Вот такой получился обзорчик. Если вам понравилось, поддержите лайком. Не забудьте подписаться на канал. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok